Друзья, всем привет! Вы на канале Танюшина Кухня. Сегодня я готовлю потрясающе нежные и невероятно вкусные венгерские булочки осиное гнездо. В глубокую посуду я выливаю теплое молоко, добавляю сахар, дрожжи, столовую ложку муки с горкой и перемешиваю хорошо. Накрываю пищевой пленкой и оставлю на 15 минут. Прошло 15 минут. Вот такая легкая шапка образовалась сверху молока. Далее добавляю 2 желтка, щепотку соли, пакет ванильного сахара и перемешаю все. Далее приступаю к замесу теста. Изначально добавляю немного больше половины от общего количества муки. Тесто еще довольно жидкое, поэтому добавлю еще 3 столовых ложки муки. Как вы видите, тесто еще очень нежное, мягкое, но с добавлением муки уже нужно быть очень осторожным. Поэтому высыпаю на рабочую поверхность буквально 1 столовую ложку муки. Выкладываю тесто и вымешиваю его на столе. Тесто на эти булочки получается очень нежным, поэтому будьте осторожны, не забейте тесто мукой. Вот такое очень нежное, мягкое тесто у вас должно получиться. Как вы видите, оно липнет к рукам, но добавлять муки больше не стоит. Далее аккуратно его перекладываю в миску. На дно нужно насыпать немного муки. Сверху также немного припыляю мукой. Накрываю пищевой пленкой и оставляю для подъема в теплом месте примерно на 30-40 минут. Далее займусь приготовлением начинки для булочек. Для этого мне потребуется сливочное масло, сахар и ванилин. Сливочное масло должно быть мягко, комнатной температуры. Растапливать его не стоит. В сахар добавляю 1 четвертую чайной ложки ванилина и перемешаю. Далее высыпаю сахар в масло и взбиваю миксером на небольших оборотах до легкой пышности. Вот такая вот масса у вас должна получиться. Друзья, прошло 35 минут. Вот такое воздушное мягкое тесто. Подпыляю обязательно стол мукой. Выкладываю тесто. Аккуратно подворачиваю его вот в такой вот шарик. И далее раскатываю в прямоугольный пласт. Если тесто начинает липнуть к скалке, немного припылите его мукой. Готово. Вот такой толщины примерно у вас должно получиться тесто. Далее я беру взбитое масло с сахаром и равномерно распределяю по всей поверхности. Далее сворачиваю тесто в рулет. Еще немного подпыляю стол мукой. Подравниваю свой рулет. Далее с помощью спичечного коробка и шпателем буду разделять тесто. Мне необходимо отмерить кусочки примерно 5 сантиметров в длину. Изначально намечаю. У меня получится 8 булочек. Так как тесто очень нежное, чтобы не передавить его шпателем при разрезании, я его разделю обычной ниткой. Вот так поддеваю под низ. И разделяю. Видите, и тогда кусочки выходят не помятые. Посмотрите, какие аккуратные они получаются. Далее булочки складываю в форму. Выпекать я буду в форме диаметром 24 сантиметра. Донышко я застелила пергаментом. Бортики смазала сливочным маслом. Выкладывайте на небольшом расстоянии друг от друга. Далее накрываю булочки пищевой пленкой. И оставляю на расстойке на 40 минут. Пока булочки на расстойке, я приготовлю для них заливку. Для этого мне потребуется 150 мл теплого молока и 1,5 столовых ложки сахара. По желанию, вы можете добавить немножечко ванилина. Высыпаю сахар. И нужно хорошо размешать до полного растворения. Молочная заливка готова. Друзья, прошло 40 минут. Вы только посмотрите, как замечательно поднялись булочки. Далее я их заливаю половиной смеси молока и сахара. И далее отправляю в духовку, разогретую до 180 градусов, на 15 минут. Чтобы они немножко подрумянились. Друзья, булочки немного подрумянились. И далее доливаю оставшееся молоко. И отправляю допекаться еще на 15 минут. Друзья, вы только посмотрите, какие красивые булочки получились. Невероятно мягкое, нежное тесто. Сейчас они немного остынут. И я их достану из формы. Друзья, я достала булочки из формы. Делайте это предельно аккуратно. Потому как тесто очень нежное. И внизу формы у вас еще может остаться вот этот молочный сладкий соус. И что же, давайте, как всегда, покажу вам, какое же тесто получилось. Вот посмотрите, насколько нежное, слоистое тесто получается у этих булочек. Что они пропекаются в этом молочном сладком соусе и получаются невероятно вкусными. Вот такие потрясающие булочки получаются по этому рецепту. Попробуйте их приготовить. Ну, а я вам, как всегда, желаю приятного аппетита. Спасибо, что смотрите мой канал. Всем удачи. Всем пока.